Отдохнув в январе на Мальдивах, Татьяна Навка погрузилась в работу. При этом олимпийская чемпионка по фигурному катанию всегда находит время для йоги и тренировок, как на коньках, так и на лыжах. Февраль выдался особенно насыщенным для знаменитости, так как она покаталась на склонах в Сочи и даже искупалась в проруби. Не так давно фигуристка еще и отметила масленицу. После этого она расслабляться не стала. На днях Татьяна приехала в Ташкент, чтобы посетить открытие первого многофункционального современного ледового комплекса Хама Ирина. Спортсменка рассказала, что по задумке дизайнеров внешний комплекс должен напоминать узбекский символ любви, счастья и свободы, птицу Хума. Погода в городе была солнечная, поэтому Навка успела погулять по улицам и побывала в месте, где имеются наряды, в которых раньше ходили узбекские девушки. Такая одежда полностью скрывает лицо и руки представительниц женского пола. Затем фигуристка отправилась на пресс-конференцию, где ей сделали подарок. В соцсети Татьяна похвасталась необычным халатом. Она его примерила прямо на открытии ледового комплекса. Во время пресс-конференции меня ждал приятный сюрприз, мне подарили вот такой вот очень красивый и колоритный узбекский халат. Написала спортсменка. Поклонники отметили, что такой наряд очень идет навке. К лицу идет, как здорово. Очень рады, что вы приехали на открытие. Цветы хоть и спокойные, но смотрятся очень ярко. Это наверняка произведение ручной работы. Добрый подарок из солнечного Узбекистана, очень вам идет. Как мне известно, это дорогая ткань, прокомментировали пост подписчики. Они надеются, что позже Татьяна поделится и другими снимками с церемонией открытия ледового комплекса. Напомним, что совсем недавно спортсменка призналась, что с наступлением весны не может просто сидеть на диване. Она приняла участие в необычном для себя проекте. Девушка озвучила одного из героев анимационной комедии «Большое приключение», но кто именно заговорит ее голосом, она рассказывать не стала. Мультфильм выйдет в прокат уже 1 мая.